И первый доклад нам расскажет Кузан Михайлов для распределения самописных мутаций и 4 марсивов для нового опроса. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Кузан Михайлов Андреевич. Представляю Ваше внимание на работу распределения самописных мутаций с G4 мотивом промоутанных областей. В последовательности длинного песка, состоящего из гуанинных блоков, чрезвивающихся петлями, могут образовывать поличные структуры, называемые G2-липусами. Длина гуанинных блоков может быть 20 или более гуанинных блоков. Длина аппетита может быть от 1 до 7 и более гуанинных блоков. В геноме найдено большое количество их последовательности. Большинство из них в репрукторных комплектах. Очень большая часть содержится промоутеров. генов и существенно меньше встречается в генах сбрасываниях. Целью работы являлась установить связь антиконсицированных соматических мутаций, начать подрубиться миматики. Целью выявить биологическую значимость для продуктов. В соответствии с этим ставилась задача проанализировать авторизацию соматических мутаций в G4 в последовательности промоутерных областей генов. Мы рассматривали только промоутерные области, так и более полнорожные области. В соответствии с этим мы использовали базу данных международных раковых проектов OCGC. Наш проект был удобен и мы получили доступ к базе данных мутаций в экспрессии. Мы в рамках этого проекта исследовали 366 пар образцов, 6 различных типов раков. Упирались только аденоглиативные соматические мутации, то есть мутации, включающиеся только в опухоли, но не включающиеся в 2 метра. Для поиска G4 мотивов мы использовали рейтинг стаденом человека в результатной сборке. Промоутерной области мы считали минус 2,5 тысячи пармов для кита, плюс 200 от начала транскрипции. Для поиска G4 мотив мы использовали регулярные выражения. Три блоки главинов, чередущие с петлями до 7.00. При этом при вычислении вероятность встречи G4 мотивов, если G4 мотив накладывались, то мы пересечения не учитываем. На данном сайте представлено распределение соматических мутаций в комутере в зависимости от позиции до начала транскрипции. И вероятность, трассная вероятность распределения вероятности третьей G4 мотива в зависимости от позиции до начала транскрипции. Ну и видно, что имеется некоторая схожая особенность. Ближе к началу стад стад и конкрипции качественно похоже. Примерно от 500 пармов для кита начинается рост, и здесь имеется некоторый пик. В связи с этим мы выделили гипотезу о связи с наличием G4 мотива и вероятностью статематической мутации. Далее, чтобы это проверить, мы разделили все промоутеры на тех, которые имеют G4 мотив и те, которые не имеют G4 мотив. Красным обозначено те, которые имеют хотя бы 1 G4 мотив, а зеленые имеют не одного. Ну, в среднем, те промоутеры, которые имеют хотя бы один G3-мотив мутирует с несколько большей частотой. И PIC, вот эта особенность, которая была видна для всех мутаций, она более ярко выражена, скажем так. А в тех промоутах, в которых имеется G3-мотива, менее ярко выражена эта особенность и находится на уровне среднего. И действительно, если сравнить среднюю частоту мутации в G4-мотивах и в промоутах, то статистически достоверно G4-мотивы мутируют чаще, чем промоутеры. Также для проверки мы выбрали случайные последовательности путем перемешивания всех промоутеров и затем поиск в этих перемешивающих последовательности по тому же алгоритму G4-мотивы. И выяснилось, что также G4-мотивы мутируют чаще, по сравнению с достаточно случайными последовательствами. Также для контроля мы выбрали область промоутер М2 с половиной 1500. Т.е. в ту область отразами наблюдается особенно характерный вид G4-мотивов и мутаций. И выяснилось, что там наблюдается та же самая тенденция. Далее мы более детально посмотрели определение частоты соматических мутаций в области G4-мотивов. Для этого мы зафиксировали длину петель. На данном слайде представлен результат по поиску паттерна три гуанина, разделенных петлей три нуклеотида. И оказалось, что наблюдается определенная периодичность, которая совпадает с периодичностью расположения блоков G4-мотивов. Видно, что блоки мутируют реже, а петли, соответственно, чаще. Далее для того, чтобы проверить, является ли это следствием того, что просто адеминируют переглонения чаще. И, соответственно, осмотрели определение частоты мутации в зависимости от мутируемого гуанина. И выяснилось, что гуанин и цитазин в среднем мутируют примерно одинаково, независимо от положения до старта. Наблюдается небольшое уменьшение ближе к началу, начиная с 500 паттернолиотидов. А аденин или тимид имеют некоторую особенность ближе к началу, к старту конструкции гена, которая качественно напоминает профиль распределения зоматических мутаций в промоутере. То же самое мы сделали для G4 мотивов, обыграли мутацию, когда их попадают в G4 мотивы, и выяснилось, что независимо от положения в промоутере, в G4 мотиве аденин или тимид мутируют примерно на порядке выше, чем в гуанина и цитазин. Таким образом, можно сказать, что изначально гипотеза о том, что G4 мотивы связаны с конструкциями подтвердилась, так как G4 мотивы в среднем мутируют чаще, и наблюдается определенная характерная особенность конструкции этих мотивов. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Какой процесс состав в петлях между гуанина и гипотезами? Между гуанина и гипотезами в нашем случае выбрали G7. Нет, G7-состав там какой-то. А G7-состав там мы вообще рассматривали любой состав. Мы учитывали в том числе и гуанина и цитазин по этой маске. Но я не могу сказать, но примерно не очень большой. То есть в... То есть там большее время на 5 минут? Да. Просто... Ну я просто не могу точно сказать, но вообще в поле G встречается очень просто поле G. По-моему, это очень важно, что если в петлях встречается в основном айпе и в нижней мутации, то то, что будет выстраивано сопротивление с этим ямом, это то же самое, что мутации в G-блоках происходят в основном айпе. Нет, ну просто G-блоки адвламина, только ламина. А петли... В смысле? Адвамина, глиминна... В смысле? В общем, это как в одном процессе. Да. Не, все же там... Самый антигипетцер. А, вот это вот последнее. Да, вот это вот. Вот. Если G7-состав очень маленький и петля, то это означает то же самое, что предыдущая. Вот это? Нет. Вот это? Да. Согласен. Ну, прошу, он был основным. Надо петли. Спасибо, с интересным накладом. А почему вы говорили на такой гигарш? Значит, на старте вы говорили гигарное выражение, у вас блоки по 3G, а потом до 7G. А на основании чего вы говорили на такой? Просто есть инструментальные данные. инструменты InVitro, о том, просто как олики и публиотидов способны формировать. Они наиболее стабильные оказываются именно от 5G до 7G. То есть, если брать более длинные, то вопрос менее стабильным. И вообще, тем меньше, тем лучше. Да. Просто показано, допустим, эту операцию с туплицами в 5G. И конкретно, может быть, 12 или даже больше. Да. И мы это не рассматриваем вообще. Хорошо. А почему вы остановились на 3G, а почему вы на 1G? Потому что интересно, что они очень хорошо выглядят, если есть от 2G до 5G. Ну, в данном случае мы это сделали просто, чтобы, грубо говоря, для простоты, но часть, те, которые имеют 2G, 2G, они несколько попадают в маску. Вообще мы пробовали и проекту маску, и этот, то есть несколько разница заглянных. Хорошо. И тогда последний вопрос. Вы показали, что у вас мутации в мотивах происходит только по петлям. Это означает, что сами кламиновые блоки должны находиться под сильным отбором, если они не мутируют нигде. Соответственно, если они находятся под сильным отбором, наверное, они имеют какое-то очень важное функциональное значение, и раз они связаны со структурой, в общем, проверяли ли вы какие-нибудь на этих кламе будут на существование структуры по литературным данным. Доказанной структурой именно по дуплексам. А в каком смысле доказанной? Ну, хотя бы те, которые снимали кобляр. Хотя бы просто по литературным данным. Ну, как правило. Конечно, да. Нет, мы как бы и сами снимали кобляр, например, найден вход. И, в общем-то, кобляр соответствует под дуплексам. А когда кобляр? 290 или 260? Честно говоря, не помню. Время есть 90, по-моему. Ну, там сейчас... Хорошо. До свидания. Привет. Да, пожалуйста. Вы смотрели как-нибудь образование действительно по публице, вот у нас нуклеокиды, олики, где как бы идёт ГМГ, потом примерно 5-6-7 нуклеокидов, потом снова 2 повтор. А, то есть, грубо говоря, взять просто... Просто 7 это немного, грубо говоря. Ну, буквально, наверное, 1 день назад у нас в олике там 2 повтор, потом 3 нуклеокиды, 5 повтор, так 4-5 раз, и, скажем так, все они будут на дуплексе. То есть, скорее всего, больше 4, но это уже много. Там, конечно, основной роль играет то, сколько повторов будет 2. Мы вот тоже, да, все смотрели. Меньше трёх вообще никак. А вот от 4 и больше они образуют в разуприце, но при этом, даже когда вижу уже повторные... Примерно 4, да, эти, да. Нужно так смотреть правильно. Ну, насколько я знаю, с одной петлей, хотя бы длиной 1 углеокидов, он более-менее стабильный будет. И какие-то более много встречаются. Нет, с 1, окей, я имею в виду, что вот 5 и больше. А 5 и больше? Смотри, например, что если там между повторами 5-6 и 7 углеокидов, будет ли они как сворачиваться по другу? А нет, дело в том, что мы сворачиваем здесь структуру вообще, в том, что человек поступит, и вообще не смотрели. А, у вас не смотрели? Да, мы смотрели только в структуру мутации, и в сворачивании они нет, мы не можем смотреть. А, спасибо. Пожалуйста. У меня другой вопрос. Вы делаете доклад, что у вас легко случаются мутации вот в этих шерепетах? Да, потому что они чем-то важны для формирования структуры. Они могут прикрыти это потому, что вот вы же, в принципе, наблюдаете, что у вас в АТ не станции есть, а в этой части случаются мутации как раз а в ВЭТ часть случаются АТ, и поэтому вы видите, что там часть случаются мутации. То есть это средство просто неоднократно обладать за составом? Нет, это исключено, потому что здесь, смотрите, чистота рассчитывается как число всех мутаций наблюдает в данном аптекте, в данном аптекте, где данной позиции, жечься именно перед, вмодренное на число возможностей. Именно таких. То есть на число всех там артерии либо подруклиц и так далее. То есть, если, допустим, тоже много ответов, то соответственно, это тоже может быть мутаций. Но, в то же время, на самом деле, мы скажем, что... Да, мы скажем. Пожалуйста. У вас там в мегамике, где мутируют мутации как ближе к муте Гермона? А есть какая-то группа? Вот это. Вот это. Вот это. Можно предположить... Вообще, такой использователь не употреблялась, но можно предположить, что просто связано с тем, что где-то области ближе, где ближе к конституции, если они висит какую-то более важную функцию, то есть, соответственно, там более чаще мутации, то в природе. Но, в принципе, похожее распределение наблюдается и для нормальных процессов. То есть, например, там тоже будет регулярно. Вот. Но, в частности, мы можем закончить, потому что очень много затратов. Спасибо большое. Поправляем на пачку. Следующий у нас выступает о структурном анализе белковых центров связывания кофермента тиамиддифосфата. Поправлю. Не тиамидин, а тиамиддифосфат. Да. Спасибо. Итак, рассмотрим структурный анализ белковых центров связывания кофермента тиамиддифосфата. На сегодняшний день известно более около 200 структур тиамиддифосфат-зависимых ферментов, важной чертой которых является одинаковое положение кофермента в них. Это тиамиддифосфат, принимающий напряжённую век информацию, которая способствует сближению С2 атома и Н4-стрих атома азота, и магний с ним вместе. Однако структурные особенности связывания ТДФ в различных классах ферментов не характеризованы, и целью работы было выявить соответствующие особенности. Подразумеваем цель ТДС реакции, то есть это оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы и лиазы. Для данных классов ТДС известны структуры тиамиддифосфат-зависимых ферментов, а лигаз и изомираз нет. Для того, чтобы выявить структурные особенности в связывании кофермента у тиамиддифосфат-зависимых ферментов, необходимо сравнить собственно структуры. И нами выбрано из-за низкого сходства белков гибкое множественное структурное выравнивание и программа КОСА. В первую очередь мы подтвердили правильность наложения структур внутри подгрупп ЕСИ, что позволило перейти от выравнивания всех структур к рассмотрению типичных представителей подгрупп. С помощью выравнивания программы КОСА мы определили три подгруппы сходства тиамиддифосфат-зависимых ферментов с хорошими выравнивания структур внутри групп. Однако между группами автоматическое сопоставление не справилось с выравниванием кофермента и его окружения. Поэтому мы использовали постоянство структуры тиамиддифосфата с магнием во всех тиамиддифосфат-зависимых ферментов для ручного наложения типичных представителей структур. Правильность полученного результата можно видеть по совпадению положения консервативного ТДФ-мотива и других, здесь не показанных, участков белка. В результате мы получили две подгруппы тиамиддифосфат-зависимых ферментов. Хорошо изученными представителями одной из них являются, например, транскеталаза и пироватогидрогеназа. В группе 2 мы выделили две подгруппы. Например, представителями группы А являются пироватокирбоксилаза или циклогексан-1,2-дионгидролаза, а в группу 2B попали, например, пироватсинтаза и оксалатоксидоредуктаза. Рассмотрим, какие же особенности мы выделили и почему мы разделили так эти белки. В группе 1 в связывании кофермента тиамиддифосфата участвует стекинг аминоперемиденного кольца тиамина с остатком фенилоланина. В группе 2, в данном случае это группа 2, такого стекинга нет. Однако для прочного связывания кофермента необходимо связывать кофактор за счет 4 пронумерованных здесь петель белка. То есть петля 1, петля 2, петля 3 и петля 4. У ферментов группы 1 и группы 2 петли 1 и 2 связывают аминоперемиденовое кольцо тиамина. Но представители группы 1 связывают менее прочно аминоперемиденовое кольцо за счет того, что это видно потому, что расстояние между петлями и вариабельность этих петель больше. Вероятно, это связано с наличием стекинга. А связывание тиозолого кольца и фосфатов происходит за счет петель 3 и 4. У представителей группы 1 эти петли редуцированы до остатков по одному остатку на петлю. Это гистидин и тиразин. Отличие представителей группы 2b и 2a в первую очередь в связывании железо-серного кластера в петле 3 за счет консервативного цистеина у представителей группы 2b. Также, как обычно, представители группы 2b предоставляют один остаток для связывания кофермента, но в дальнейшем петля 1 не участвует в связывании аминоперемиденового кольца. Освободившееся пространство заполняется за счет мутации консервативного глицина на изолейцин, что позволяет прочно связывать кофермент. Рассмотренные особенности можно сопоставить структурные особенности с катализируемыми реакциями и увидеть, например, что среди декарбоксилаз почти все они попали в группу 2, за исключением 2 оксаблутара декарбоксилаза. Или, например, что среди оксидоредуктаз все использующие липоад ферменты попали в группу 1, использующие железо-серные кластеры попали в группу 2b, а в группу 2а попали перватоксидазы, которые используют кислород, и перватогидрогеназы, которые используют хином. То есть совершенно разные по размеру молекулы. Таким образом, можно сказать, что структурные особенности связывания тиаминдофосфата не соотносятся с классом ферментативной реакции и размерами субстратов. Хочу от всей души поблагодарить моего научного руководителя, Виктория Ивановна. Вопросы, пожалуйста. Вопросы? Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Вы упомянули из-за того, что стекинг там является неспецифичным. То есть он не то, что не является, а то, что если есть стекинг, то банковым контактами надо, и можно легко мутировать держащую петлю. Вот здесь легко. Я сказал, что стекинг, он не входит в эту петлю. Это отдельный остаток, который консервативен. Да, она не сенсателен. Но она сенсателен. Петля несколько в другом месте находится, и она связывает аминопередвленное кольцо просто с другой стороны, чем стекинг. Поэтому не может она вклиниться и сделать там стекинг взаимодействия. А, ну тогда я подумал, что вот этот вот аспартат или что там, гултомат? Гултомат, да, тоже консервативный. Он не относится к петле, да. Здесь есть остатки, которые помимо этого участвуют связываниями. Вот, понятно. Еще какие-то вопросы есть? Давайте я вас еще скажу. Скажите, а вот зачем, в принципе, идеологически это делается? Для того, чтобы просто находиться с новой структурой или как-то манипулировать ферменты? Помимо общенаучного интереса, у нас был интерес и практический тоже. Потому что, например, хорошо изученные ферменты — это оксаболторатогидрогеназа, пероватогидрогеназа, транскетолаза и другие, они все относятся к группе 1, то есть той, у которой участвует с таким взаимодействием, связыванием. А такие важные микробные ферменты, как оксидаза и другие, они относятся к группе 2. Будем говорить 2, потому что группа 2b довольно редкая. И использование ингибиторов на основании различия между группами 1 и группой 2 может быть полезным для создания гербицидов против растений, например, или других веществ, чтобы уничтожать бактерии или грибки. При этом у человека, у представителей группы 2, всего 2 на данный момент известно, и оба они не связаны с какими-то тяжелыми случаями болезней. То есть показано, что нокаут одного из них вообще не влияет никак, а второй очень мало изучен и про него ничего до сих пор не известно, и правой болезни никаких с ним тоже не охарактеризовано. Это практический интерес, который можно... На основе вот этого уже есть ингибиторы этих ферментов? Ингибиторы есть, но это не специфичные ингибиторы. Например, гербициды, которые сейчас активно используют, они не используют связывания в данном конкретном месте. Они, как правило, используют, ну вот, например, ингибиторы ацетлататсинтаза, они связываются в канале доступа к активному центру, и, хотя их известно много, но, опять же, проблема всех гербицидов в том, что организмы приспосабливаются, и проблема сейчас стоит в том, что новые надо изобретать. Ну, еще есть вопросы? Про последний вопрос. Вот эту структуру вы построили на основе структурных структурных наложений, или это имеет распространение уже на последовательности? Нет, последовательности мы здесь не учитывали, однако я сказал, что мы использовали два метода, метод выравнивания по структуре в целом и по наложению кофермента, и интересно, что наши вот эти сопоставления, они совпали, и первый, и второй способ, то есть нужно сказать, что и связывание кофермента, и в целом структуры, они общими какими-то чертами различия обладают. Спасибо. У нас вышла последняя датчика. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ который находится в ядрах эукариот, и он играет очень важную роль во многих процессах клетки посредством регуляции и репликации. И здесь вы можете видеть некоторые структуры хроматина, это хромосомные территории, компартменты, тады и петли. И многие из этих структур наблюдались только косвенными молекулярно-биологическими методами, и только с применением полногеномных методов секвенирования стали изучаться очень активно. И в 2009 году появился такой метод прорывной, который позволил применить методы секвенирования нового поколения для фиксации конформации хромосом. Этот метод называется Hi-C. Его процедура состоит в том, что ДНК в ядрах сшивается формальдекидом, далее нарезается респектазой, который оставляет после себя липкие концы. Эти липкие концы достраиваются биотинелируемыми нуклеотидами. Далее добавляется фермент легаза, который сшивает свободные концы, и важно, что сшиваются преимущественно фрагменты, находящиеся физически близко в хроматине. Далее такие колечки нарезаются с помощью ультразвука и осаждаются на стрептовиде. Полученные, выделенные пары, сшитые вместе, отправляются на парно-концевое секвенирование. Далее после картирования получаются такие теплокарты геномных взаимодействий, где по осям отложены геномные координаты, а цвет каждой ячейки отражает силу взаимодействия двух данных участков. Но рассмотрим такой случай, который вполне кажется реальным в методике Hi-C. Допустим, имеются сближенные одинаковые участки хромосом, и есть участок ABC на комплементарной цепи ABC', которые сближены пространственно. После рестрикции останутся два таких фрагмента, и если они расположены достаточно близко, вполне вероятно, что сошьются при реагировании вот эти два конца. И таким образом мы будем наблюдать один сшитый фрагмент, в котором участок ABC будет находиться на противоположных цепях, противоположном направлении на разных цепях. После нарезки и парно-концевого прочтения мы увидим на секвенсе ABC, ABC, то есть риды, пришедшие с одного рестриктного фрагмента, имеющие одинаковое направление считывания. Такие зеркальные риды, как мы их называем, могут быть важны в Hi-C, и в инфляторе до 2014 года было принято выбрасывать такие случаи, как ошибочные, и ничего с ними не делалось. И вот только в статье 2015 года целый абзац посвящен зеркальным ридам, где приводится просто статистика по экспериментам, сколько таких случаев вообще есть. И видно, что их может быть от числа менее 1% до 20% эксперимента, которые просто выбрасываются в мусорку и никак не используются. И при этом утверждается, что, возможно, такие риды несут информацию о взаимодействии гомологичных хромосом у дрозофила. Но, опять же, повторюсь, что в других экспериментах эти 20% просто выбрасываются, никак не анализируются, и это очень расточительно для метода Hi-C. Если бы можно было понять источник этих зеркальных ридов, будь он биологическим или артефактом, мы могли бы либо эффективно с ним бороться, либо как-то использовать. И, собственно, задачей моего исследования является понять, являются ли зеркальные риды артефактом эксперимента или имеют биологический смысл. Моя нулевая гипотеза состояла в том, что зеркальные риды Hi-C несут информацию о взаимодействии идентичных участков хромосом. И такой гипотезе можно поставить положительный контроль, когда зеркальные риды должны наблюдаться, и отрицательный результат, в случае, в которых из общих соображений зеркальных ридов быть не должно. Положительные контроли — это случаи дупликации в геноме, только что прошедшей репликационной вилки, когези сестринских хроматит, а также феномен у дрозофила, когда в интерфазе гомологичные хромосомы дрозофила взаимодействуют попарно. Отрицательные контроли — это синхронизированные клетки млекопитающих на стадиях, когда нет когези сестринских хроматит, а также гоплоидные клетки, где просто одинарный набор хромосом, и поэтому таких идентичных участков, за исключением случаев дупликации, их просто нет. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, я разработала и имплементировала следующий пайплайн. Из базы данных ГЕО выкачиваются данные ХАСИ, из базы данных UCVC, соответствующие полной геномы, дрозофилы, мыши и человека, далее производится итеративное картирование и фильтрация результатов. На выходе получается профиль зеркальных ридов. Всего через мой пайплайн прошло более 200 файлов ХАСИ и в итоге результаты 10 статей. Далее эти результаты профиля зеркальных ридов я сравнивала между экспериментами, просто анализировала профили сами по себе. Для некоторых экспериментов у меня были данные ресеквенирования, то есть я могла посмотреть на дупликации, которые имелись в этих геномах, и для других случаев в Modern Code я нашла соответствующие геномные разметки для клеточных линий. И таким образом я могла посмотреть корреляцию зеркальных ридов с разметками факторов хроматина. Но так как я не имею возможности рассказать обо всех этих 10 статьях и что получилось в результате каждой из них, я сконцентрируюсь на конкретных случаях подтверждения или опровержения гипотезы, которую я выдвинула. Начать я хотела бы с отрицательных контролев, то есть случаев, когда зеркальных ридов быть не должно. Первый случай — это хайсисинхронизированных клеток из статьи Наумов-2013 из Science, и в ней приводятся данные хайси для клеток, синхронизированных на стадии метоза и на стадии G1. На стадии G1 нет взаимодействия гомологичных хромосом, и у каждой хромосомы только одна хроматина. А на стадии метоза, соответственно, две хроматиды в одной хромосоме, и вполне реально представляется присутствие зеркальных ридов. В стадии G1 такого зеркальных ридов быть не должно. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что зеркальные риды присутствуют в обоих этих экспериментах, но в случае фазы G1 их примерно в три раза меньше, чем на стадии метоза. Что в целом подтверждает нашу гипотезу, но не может являться сильным подтверждением, потому что в этом случае мы не должны наблюдать зеркальных ридов вообще, они по какой-то причине там есть. И второй случай, который мы считаем отрицательным контролем, это хайси гаплоидных клеток из статьи в джинном биологии Батулина 2015 года. Там приводится хайси сперматозоидов, соответственно, там гаплоидный набор хромосом. И хайси фибробластов. Это мыши. Все относится к мыши. И видно, что сперматозоидов действительно в три раза меньше зеркальных ридов, но тем не менее они тоже там присутствуют, и их там быть не должно. Таким образом, обе отрицательных контролем мы считаем проваленным, потому что в каждом из случаев, когда мы по общим биологическим соображениям считаем, что зеркальных ридов быть не должно, они там присутствуют. Далее следуют положительные контроли. И начать мне хотелось бы с профиля зеркальных ридов вокруг дупликации. У меня имелись данные ресеквенированные для четвертых личных линий дрозофила, и из них я смогла достать тандемные дупликации. Здесь не совсем верно нарисованы дупликации тандемные, идут друг за другом. И я отложила количество зеркальных ридов в зависимости от нормированного расстояния от центра этих дупликаций. И я увидела, что от нуля до единицы, то есть по длине дупликации, количество зеркальных ридов действительно больше. Но так как ДНК в целом на дупликациях в два раза больше, чем в остальном геноме, то это ожидаемо, что ридов в хайси должно быть там тоже в два раза больше. Поэтому нужно сделать нормировку на внутрихромосомное взаимодействие. После этой нормировки какое-то преувеличение в зоне от нуля до единицы все-таки остается по сравнению с зонами вне дупликаций. Ну и также я сделала контроль на случайные отрезки вместо настоящих дупликаций. И видно, что здесь полный шум, и никакого преобладания в зоне от нуля до единицы нет. Таким образом, гипотеза о том, что дупликация вносит вклад в зеркальные риды, мы считаем подтвержденной. Следующим я провела взаимодействие гомологичных хромосом. Напомню, что у дрозофилов имеется феномен, что гомологичные хромосомы в интерфазе взаимодействуют и расположены как-то так. У млекопитающих такого нет, и гомологичные хромосомы разнесены в разные края клеток. Но при этом есть х-хромосомы, соответственно, у самцов она одна, а у самок их две. И таким образом, для дрозофила мы должны наблюдать, что зеркальных ридов примерно в два раза больше для самок, чем для самцов. И для того, чтобы проверить эту гипотезу, я построила соответствующие графики. Я извиняюсь, что они очень четко видны из-за недостаточной освещенности. На этих графиках по оси х я отложила дозу данной хромосомы, то есть сумму взаимодействий х-си данной хромосомы делены на сумму взаимодействий других хромосом. И, как видно, клетки самок и самцов очень хорошо кластеризуются по этой оси. У самок доза приблизительно равна 1, а у самцов она равна приблизительно 0,5. Интересно, что у человека тоже на хромосоме X это не совсем так. Видимо, клетки настолько мутировавшие, что доза клеток самок близка к 0,6-0,5, а у самцов она даже меньше 0,5. И интересно, что здесь есть клетки К562, которые исходно были женскими, но у них доза практически равна 0,5. И в дальнейших подсчетах статистики я их тоже считала уже мужскими. И, собственно, для того, чтобы проверить, по оси Y я отложила нормированное количество зеркальных рейдов и увидела, что для самок действительно у дрозофила их больше, чего не наблюдается для аутосом дрозофила и аутосом человека. Также для хромосомы X человека тоже. Я посчитала разные статистики, посчитала коэффициент корреляции, который максимален для случая хромосомы X дрозофила, и посчитала знаковые критерии, выборочные критерии Вилкоаксона, который оказался значимым только для случая X хромосомы дрозофила. И таким образом, гипотезу о том, что взаимодействие демиологических хромосом в ночь с вкладом зеркальный рейдом мы тоже считаем подтвержденной. Далее я достала из Modern Code разметки профилей факторов хроматина соответствующей репликации когезии и просто структурные факторы хроматина и посмотрела, насколько хорошо они коррелируют с профилем зеркальных рейдов с помощью программы StereoGene. И я увидела, что коэффициент корреляции максимален для факторов, связанных с репликацией когезии. Для факторов структурных этот коэффициент корреляции близок к нулю или даже отрицательны. Но казалось бы, что это может считаться подтверждением того, что когезия и репликация вносят вклад в зеркальные виды, но если посмотреть на выдачу программы StereoGene, то мы увидим следующее. Алгоритмом этой программы является выбор геномных окон и по счету корреляции по этим геномным окон в строении распределения коэффициента корреляции в норме распределение должно выглядеть как унемодальный резкий пик. У меня же распределение очень сильно размазано, как вы видите, и два пика. И возможно, что этот метод просто не применим для моих данных. То есть такая структура данных зеркальных видов, что они расположены только по сайтам рестрикции, что следует из процедуры ХАСИ. И возможно, поэтому этот метод не применим для оценки корреляции. И мы ничего не можем сказать о том, какую роль играют репликации и когезия сестерских хроматит в появлении зеркальных видов в ХАСИ. И таким образом, выводы, что гипотезу о том, что зеркальные виды могут быть объяснены взаимодействиями идентичных участков хромосом, нельзя считать ни подтвержденным, ни опровергнутым. Мы нашли какие-то подтверждения, что дупликации и сцепленность гомологичных хромосом вносят вклад в зеркальные виды. Но при этом мы увидели, что зеркальные виды имеются в случаях, в которых их быть не должно, а именно в гоплоидных клетках и в синхронизированных клетках, млекопитающих на фазе Ж1. Спасибо за внимание. Это все, что я хотела сказать. Вопрос, пожалуйста. Саша, можешь, пожалуйста, сказать 13-й ключ. Да. Вот здесь ты говоришь, что достоверность отличается первой частью правой. Да, я говорю, что я не считала никакую меру достоверности, и она скорее основывается на восприятии этой картинки. Дело в том, что мы видим еще здесь резкие выбросы, которые, видимо, происходят из самих данных зеркальных ридов, то есть просто какая-то точка с очень сильным зеркальным взаимодействием попала на дупликацию или вне ее, и пока что мы не можем контролировать подобные шумы, но так как вообще в целом профиль зеркальных ридов, он колеблется, как вы видите, до 10 зеркальных ридов на одну точку, на один рестриктный фрагмент, эти данные очень сильно зашумлены, и пока что непонятно, как их фильтровать лучше, для того, чтобы увидеть этот эффект более ярко. Видимо, нужны данные, может быть, по большему количеству экспериментов, и, да, пожалуй, и кроме того, еще лучше бы увеличить, брать данные ХАСИ с лучшим качеством, с большей глубиной покрытия. И это можно сделать, например, в 2014 году вышла статья Рауф, в которой очень глубокое секвенирование ХАСИ, и зеркальных ридов там просто должно быть порядков сотен, и если бы можно было достать профиль ресеквенирования, если бы это дупликация для тех клеточных линий, которые использовались в этой статье, думаю, что можно было бы получить более точные и гладкие графики. В данном случае, КТ никакой не использовался. КТ никакой не использовался. В этом случае вы сможете отличить реальный зеркальный рид решеток от самозакрошенного. Да, это была наша идея. То есть, следующее, что мы хотели бы проверить, это как раз смотреть то, на как на зеркальных ридах распределены СНИПы. И это позволило бы нам, более того, фазировать хромосомы, и это было бы, в общем, в целом, очень интересно. Но пока что мы столкнулись с более базовыми проблемами этих зеркальных ридов. Например, вот я хотела бы привести, что если посмотреть на точки начала позиции этих зеркальных ридов, как они вообще, расстояние между ними распределено, виден резкий пик в нуле. То есть, очень много зеркальных ридов, которые попадают ровно в одну точку. Из общей процедуры ХАЙСИ следует, что после нарезки витрозвуха не может быть таких случаев, чтобы точки идеально совпадали. И таким образом, вот это вот какие-то явно ошибочные данные, с которыми нужно как-то бороться. И я их, в принципе, фильтрую, но если смотреть на их последовательности, то окажется что-то ужасное, что вот именно эти странные зеркальные риды, у них преобладающие, во-первых, АД состав, а во-вторых, у них, начиная с 25-й позиции до конца, всего длина 100, с 25-й до конца там начинается просто какая-то случайная последовательность. То есть, явно что-то не так с самим экспериментом. И вот в этой точке находятся какие-то ошибочные данные, которые нужно удалять. И поэтому правильно смотреть СНИПы, если есть такие базовые проблемы с самим ХАЙСИ, ну, непонятно. Возможно, сначала нужно разобраться с этой проблемой. Да, пожалуйста. СНИПы, у меня как раз в последних замечаниях практически вот известно, что вот так в арбитит, когда вот процентный опереживается там сроки на процент в арбит или в арбит совершенно не верно в арбит что в арбит у них не спецедрический реактор. То, что все выглядит так красиво и там как все зелегировалось и зеркально и не зеркально. на самом деле может быть просто там когда ошит или сшивание вот так и вот да, с другой стороны вот 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 да и собственно вот видно, что биологические все гипотезы они бывшие средства и провалились и поэтому следующее, что хотелось бы делать, это смотреть все эти виды на предмет артефактов именно технических, то есть нет ли там каких-то погрешностей самого секвенирования или чего-то подобного. Это верно. Вот это я могу сказать, что а после борьбы с артефактами она не стоит так сильно да, я понимаю, да, есть дополнительные методы, есть дополнительные подходы, просто надо понимать, что то, что делается по ударному алюминику умеет своя функция. Не всегда вы можете контролировать, если вы в вашей работе видите, что что-то явно алюминику, фактно, то, может быть, что-то другого есть, Есть еще вопрос. Можно я спрашиваю вас, у вас там был какой-то из косяк-эксперементов совершенный с сотними количествами зеркальных видов. Может, у вас не высказывает интересную особенность? Это эксперимент, да, я его обрабатывала, и на первый взгляд у меня нет ничего особенного, кроме того, что в нем очень большое количество этих зеркальных видов. Но кроме того, если в норме количество данных, которые я фильтру, которые с совпадающей позиции, вот здесь статистика эти 22% без какой-либо фильтрации. Но если их фильтровать на предмет видов совпадающей позиции, оказывается, что половина их это совпадающая позиция, явно какие-то 13% от них еще артефактные. То есть, кроме того, чтобы приводить число зеркальных видов, видимо, нужно саму проводить еще какую-то тонкую фильтрацию самих зеркальных видов, и авторы этой статьи не правы, потому что они не корректируют, не приводят как раз эту корректировку, к которой я в итоге пришла для обработки своих данных. Спасибо. Еще вопросов нет? Да, поблагодарим Александру. И с докладом ЛСМС идентификация в северке крови человек и тимформируют в последнем акции INCMN. Пожалуйста. Можно, пожалуйста, я послать? Где? Ага. Здравствуйте. Меня зовут Валима Полович, я студент четвертого курса МФИ, работаю в лаборатории патологии Игорь Харан, мой научный руководитель Раките Георгий Павлович. И сегодня я бы хотела рассказать о результатах полученных при ЛСМС и ассиентификации в северке трое человек эффективных фрагментов транслированных с балансирами. В ходе аннотации генома человека стало известно, что трансливируется примерно 60, то есть 75% генома. Это очень большой процент, потому что экзом, например, оценивается в один максимум 3% генома. Конечно, среди трансфрифтов немалая часть составляет уже известный нам транспортный РНК, матричный, либо сомальный, короткий регуляторный последовательный, от которых более менее известно что-то. Но большая часть это так называемые длинные некодирующие РНК. Их определяют как трансливиты длиннее 200-м приотилов, с которых, как известно на сегодняшний день, трансляции не происходят. И функции многих из них пока еще неизвестны. Однако с каждым годом появляются все новые сообщения о том, что длинные некодирующие РНК выполняют важные дезинторные функции в клетках, например, регулируют экспрессию генов и дефинциацию в патентных клетках. Или, как пример, есть подклад длинных некодирующих РНК. эти транскрипты появляются в клетке, когда у нас в свободном голодании, то есть к гипоксии. И эти РНК помогают как-то клетке справляться с этим скрессовым партом. Но самое интересное, что и будет являться примером нашего сголового сегодня, это, что, оказывается, не все сирены действительно являются некодирующими. Например, ученых Рабакарана и его коллеги с помощью масс-спектрометрического анализа выявили присутствие 250 новых кептидов мыши, кодируемых предположительно с авансирами. Мы решили провести похожий эксперимент для человека. В нашей лаборатории имеются образцы сыворотки крови как пациентов, так и здоровых доноров. Нам было интересно посмотреть, есть ли сыворотки крови продуктной трансляции, вновь сыворотки не кодирующих РНК в норме условия. В ходе планирования эксперимента появилась идея взять базу данных МКО, содержащую все РНК облетки, брать оттуда матричные РНК и из оставшихся транскриптов отобрать те вероятности трансляции, которых будет относительно высокой. И из этих транскриптов сделать таргетную базу для LC-MS идентификации. Такой отбор последовательной можно осуществить с помощью машинного обучения. Для создания своей модели понадобится с одной стороны выборка заведомо кодирующих последовательностей, но это могут быть известны гены человека. С другой стороны это должна быть выборка заведомо не кодирующих последовательностей. Анализировав соответствующую литературу, было решено взять в качестве второй выборки базу данных ЛНС-Сипедия. ЛНС-Сипедия это интегрированная база хорошо аннотированных транскриптов из различных источников. Год назад у них вышло обновление, наиболее достоверный набор High Confidence сет база данных состоит примерно из 80 тысяч транскриптов и мы взяли ее для нашего дальнейшего анализа. Разумеется, перед тем, как создавать модель на машинном обучении, мы решили проверить, действительно ли мы с этих транскриптов не увидим никаких пептидов в нашей образце крови, ведь эти транскрипты казалось бы нет кодирующих белок. Мы проанализировали 89 образцов крови здоровых доноров и с удивлением обнаружили 543 новых пептида, которые не являются пептидами известных белкового человека, даже с учетом одной именно кислотной замены, но ложатся на транскрипты с базы данных нацеплений. Эти пептиды встречаются в 819 линоком кодирующих РНК. Этот факт нас очень удивил. Получается, что масс-перистометрический анализ позволяет нам видеть пептиды с транскриптов, которых, казалось бы, считается на своих судей транскрипт не происходит. Порог для антификации был достаточно жестким, 95% локального аудиар, что нам значит ошибка достаточно низкая, хотя все равно ошибки есть. Мы не утверждаем, что все эти 543 пептиды ухажут на потенциальном моменте человека, но возможно некоторые из этих пептидов действительно кодируются с еще неизвестным для человека. Вот пример спектра развала и таблицы ионов для одного из пептидов. Видно, что есть высокоинтенсивные пики, их несколько, видны разные группы ионов. То есть кажется, что это хорошая модификация не на уровне шума. Чтобы как-то объяснить полученный результат, мы решили увязать факт модификации с какими-то параметрами, характерными для данных последовательности. Мы взяли во-первых, три алгоритма, которые специально предназначены для того, чтобы анализировать, предсказать вероятность трансляции РНК. А также мы поискали гомологичные гомологии с известными белками человека и белковые домены, похожие на уже известные белковые домены белка. Также наш коллега Филипп Капранов из Нидерландов посоветовал нам посмотреть встречаемость РНК в двух клеточных локализациях в Евре и в Цитоплаце. Идея достаточно проста. Матричные РНК, как только происходит сплайтинг, они попадают в Цитоплазму и, собственно, всю жизнь опитаются, происходит трансляция на либосомах и так далее. А вот длинные никогирующие РНК в ядре могут выполнять какие-то регуляторные функции, например, регулировать образование хроматина или что-то другое. Поэтому совершенно не обязательно экспортироваться в Цитоплазму и не могут обитать спокойно в ядре. Гипотеза была такова, что встречаемость в ядре выше, чем в Цитоплазму, по крайней мере, по сравнению с маточными на РНК. мы реализовали алгоритмы в языке R, скачали собранные последовательности после РНК для 18-ти клеточных линиях и смотрели встречаемость в ядре в Цитоплазму. Вы видите на слайде таблицу. Всего алгоритмов было 6, но некоторые из них дают несколько параметров. Мы выбрали 10 параметров, которые как-то могут характеризовать транскрипты как делок кодирующие или нет, предсказывать. И мы посмотрели корреляцию между фактом модификации и предсказанием для каждого. Здесь представлено результат точного теста Фишера. Видно, что большинство из них хорошо коррелирует с фактом модификации, то есть неслучайно мы видим неслучайно транскриптов мы видим кептида. Хотя, например, гипотеза о клеточных локализациях как-то не вышла. Как и один из алгоритмов для предсказания. Вот мы построили распределение, где видно синее. Это выборка, для которых мы видим кептиды. Мы всю базу ансипеда разделили на две выборки. 819 для которых мы видим кептиды и огромную 79 тысяч для которых не кептиды не видим. Это красное. Видно, что в среднем эти выборки отличаются. И те, для кого мы видим кептиды в среднем смещены в область меньших евэлю. Это параметр евэлю власт x. Меньше евэлю говорят о том, что гомология для этих белков с известными белками человека более сильная. То есть белки, получающиеся из транскриптов в этой выборке, более гомологичны известным белкам человека. Хорошо. Таким образом обнаружено 543 птида человека кодировав предположительно с авансирами. Отобраны 4 параметра которые наилучше коррелируют с идентификациями CPC, CPAD, длина выравнивания BLASTX и EVALUE BLASTX и с помощью них можно почистить на мокипедию. Это стоит в первых наших планах. Почистить это значит, что мы можем взять еще больше образцов крови, там не 89, а 890 и возможно мы увидим еще больше птидок и еще большего количества транскриптов. Но делать эксперименты до бесконечности сложно и дорого, поэтому хотелось бы теоретически как-то отсеять все транскрипты, из которых мы возможно еще увидим пептиды по этим четырем параметрам. Далее наконец-таки вернемся к нашему входному алгоритму, создадим модель для машинного обучения, таргетную базу призанкода, снова проиндифицируем пептиды против этой таргетной базы и начнется долгий этап валидации полученных результатов. Валидировать результаты можно с помощью химического синтеза пептида, смотреть на спектр развала химически синтезированного пептида и пептида из нашей циверки крови. Если эти спектры похожи, значит действительно мы видим именно этот пептид. Можно смотреть на зависимость времени выхода из масс-спектрометра от гидрофобности пептида. Она должна соответствовать той соответствовать градиенту элирования в жидкостной хроматограмме, которая присутствует в масс-спектрометре. Можно смотреть количество нафельсидов сыверки крови например методом МРМ. Наконец после этапа валидации мы сможем отобрать несколько кандидатов на новые гены человека. Попытаемся предсказать их возможные функции по гомологии с известными белками или по вторичной структуре белковым доменам. И начать биологические эксперименты на мутантных линиях. Например, выбранный нами ген можно напаутировать, смотреть, как изменится предсказанная функция или вообще что в клетке изменится. Можно ввести этот ген участок этого гена в клетку, тоже посмотреть, что изменится. То есть дальше уже будет биологический эксперимент по анализу функций новых генов человек. Спасибо. Это все, что мы хотели рассказать сегодня. Есть вопросы? Спасибо. А в этом студенту. Скажите, пожалуйста, вы наверняка не упоминали, возможно, я прослушал, по крайней мере, должно быть рассказать как бы москоперимфеи возбавлялись в ходу будущих пригорках и в принципе есть сервис крови. И второй вопрос, о каких пептидах идет речь? Какого размера пептиды? Пептиды в среднем от 10 до 20 от белков человека известных мы не управлялись. Дело в том, что мы создали базу данных объединенных, где присутствовала как из Виннипро база данных по известным белкам человека, так и антипедия. Мы просто их объединили. Это было сделано для того, что поисковые алгоритмы, которые вот эти спектры анализируют нам еще выдают результат, в них еще происходит дополнительное машинное обучение. И в качестве как заведомо хороших спектров лучше брать все-таки спектры человека с хорошим скором на них получаются. Поэтому получаются лучшие результаты объединены базы, нам нужно будет обладать от пептидов человека. Вы видите фолдискары 95% или 100 пептидов? Локальный FTR. Локальный FTR? Да. Сколько пептидов просто ожидаете в случай подключении в данном фолдискарре ? Сколько пептидов пептидов которые попадают на велосипеде? Да. Смотрите, вот 5% локального FDR это порог. На самом деле 95%. Ошибка в итоге, которая получается, она на уровне полутора процентов. То есть ошибка всех модификаций. мы посмотрели сколько спектр, какую долю спектры от голонсипедии составляют от общего доли спектра и получилось, что она есть образцы там, где она ниже этой ошибки, да, действительно, но есть образцы из этих 89, где она выше этой ошибки существенная. ответ мы хотим больше чем полтора процента от общего количества спектр. А общее количество спектров где-то 600 тысяч. Вот конкретно в этом эксперименте. Я так и не понял, отличается ли ваше наблюдение от случайной ошибки и сказанного. И второй вопрос, тоже мне кажется очень простой. Вот если вы возьмете рептиды в целом все, не обязательно хоть как-то мопирующиеся на инвестипеде. Вот если возьмете все рептиды даденые москетам и начнете мопировать на геномы, сколько беляжек вообще на какую раюцию геномы, вообще никуда на. Так, еще раз мы уберем рептиду. Но вы делаете личную москетам рептистану. Вы знаете москетам рептистану последовательность 20 месло. А сколько бельгидов не ложится ни на какую часть геномы. Вы видите бельгиды, питаете и замоклидов не на тайна. Вы пытаетесь замоклидов на 1 2 2 3 4 5 6 6 7 Я поняла ваш вопрос. Я поняла ваш вопрос. Такого параметра мы не смотрели. Сколько пептидов не отмопировалась. что одну скакул выдает количество того, что отмопировалось. И я не смотрела, сколько она. Еще вопросы есть? Даже не уверена, что наверное можно. Пробу подготовку мы берем сыворотку крови, центрифагируем ее, добавляем гуэнзид гидрохлорид, чтобы заморозить все процессы распада, разрезания белков, пептидов дальнейших. Затем с помощью обращенной фазовой хроматографии мы избавляем гуэнзид гидрохлорида и выделяем непосредственно пептиды в растворе атифа потом высушиваем. То есть вы не делаете криптидов без криптидов? Дополнительно мы не вводим никаких ферментов, которые как-то специфично расщепляют наш дон. атифа означает, что криптиды, которые вам приведили, а не вот эти длины есть или просто в аспект можно определить 20 криптидов? Вы говорили, что мы будем с криптидов... Мы специально не определяли длину криптида. Мы специально не определяли. Конечно, у нас спектрометр прокалиброван там, у него есть какое-то окно, которое наилучше образом может тандифицировать какую-то длину криптидов. Но конкретно мы не задавались целью смотреть только короткие криптиды. Так получилось. Нет, мы задавались о том, что те криптиды, которые вам не видели, они присутствуют в силу или в депептидов или части криптида. Две депептидов зависит криптидов или депептидов Дело в том, что в сыворотках крови, но там много естественных ферментов, не только трепсин, но и другие нативные ферменты, которые из белков делают ферменты, 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 а мы смотрим так называемые нативные пептиды, те, которые как можно ближе к тому, что в человеке есть. Как забрали кровь, что там было, мы хотим верить в нашу цель примерно те же пути и посмотреть. Конечно, получается не совсем идеально, но приблизительно. все процессы передавали пептили, да? Да. Как же немножко сказать, что мы верим от этого пептили, что он допустит? Да, мы хотим верить, мы стараемся этого добиться, то есть как бы всеми нашими этапами крови подготовки. Потому что, да, мы забрали кровь из пациента, заморозили сыворотку. Ну, то есть там и все как проезд на сыворотку. Это 10 классов это длина фрагмента или длина полной пептили, которую можно там сложить и способствовать. Длина в каком-то длина сыворотки. это и есть сыворотка и на пептиды это короткие последовательности. Можно здесь сложить? Да, там обычно программа показывает вот белок, он там состоит из 500 столб и на него замомпировались такие короткие кусочки. Из-за там 20 сыворотки. Давайте еще один вопрос. Пойдемте, потому что у нас уже время. Кто хушит? Кто считает свой вопрос более важным? Ладно, давайте. Скажите, знаете ли вы таких, как велосипедия для надлежности LK не покорирующих или не покорирующих? Может быть, вы пользуетесь просто линии строгие? параметры 10 параметры может быть ваши параметры поискалки не имеются только подвешения к полосу 5, поэтому не нашли лошки, а эта система нашла. Вы имеете в виду не экспериментально, а теоретически, что некоторые алгоритмы предсказали это база данных, вот я сказала, она интегрирована, то есть акторы анализировали статьи, результаты и другие базы данных и объединяли, а потом у них получилась достаточно большая база данных, они еще ее фильтровали, они убирали те последовательности, где нашли сайты инициации и трансляции, они убрали тела, в которых короткие открытые рамки считывания, потому что чисто статистически это может быть ген, никто не знает, они убрали это, они посмотрели насколько эволюционно консервативны эти транскрипты, то есть как они сохраняются в разных штаммах или близкородственных видах, и они считают, что если оно консервативно, значит оно важно, возможно это гено нет, выкинули в общем, и да, и они взяли, ну собственно это то, как они консервативно эту базу получают, может быть я что-то упустила, давайте перенесем дискуссию дальше, давайте дальше,